Живой диалог, чтобы послушать отдельные мнения, опыты разных стран. Чтобы начать эту вторую часть, я бы хотела пригласить сейчас министра здравоохранения Армении. Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами в Афинах. И мы хотим послушать о вашем опыте воздействия COVID-19 в вашей стране. Вам слово. Спасибо большое. Уважаемые министры, уважаемые гости, уважаемые дамы и господа. От имени нашей делегации Армении я бы хотела поблагодарить всех организаторов за это мероприятие. Спасибо большое за ваше гостеприимство. И во время этого трудного этапа пандемии вся наша жизнь кардинально изменилась с экономическими последствиями для страны и к образованию новой реальности. Это понятно всем. И наша реальность коренным образом изменилась. Поэтому нам нужно быть более смелыми. Во время первого этапа пандемии в Армении был запоред на передвижение, как это было и во всех других странах. И это привело к ограничению экономической и социальной деятельности и к изоляции. Понятно, что такие меры были единственным решением, чтобы ограничить распространение пандемии. Но стало понятным, что изоляция людей неизбежно повлияла и на их психическое здоровье. В течение года возникали различные проблемы, связанные со стрессом населения, которого непосредственно задела пандемия. И нужно подчеркнуть, что такого вида психические расстройства возникали у всех групп населения, однако особенно часто у групп населения, которая наиболее продолжительное время находилась в изоляции. Также пандемия привела к утрате рабочих мест и к уменьшению доходов. И это, в свою очередь, привело к личным проблемам и к усугублению психического здоровья населения. Можно с уверенностью сказать, что программы государственные, которые были применены, помогли нам не усугубить эту ситуацию. Пандемия COVID-19 начала быстро распространяться по миру. Это означало необходимость улучшения услуг по охране психического здоровья. Больные, которые заболели COVID-19, и нуждались в госпитализации, а также граждане, которые входят в уязвимые группы, нуждались в психической поддержке со стороны государства. То же самое касается и людей, у которых повысился уровень стресса и тревоги. Мы использовали новые технологии, которые оказали огромную помощь, чтобы реализовать наши планы. цифровые технологии, телемедицина, приложения мобильные. Все это стало нашими инструментами. И наши страхи не были напрасны, потому что очень большая часть населения пережила увеличение уровня стресса, и у них возникли психические расстройства. Но, несмотря на большие цифры, нет еще четкого анализа исследований. И можно с уверенностью сказать, что в Армении процент увеличения уровня стресса это примерно 26%. Также в прошлом году во время пандемии перед нами стоял вызов войны. Это также негативно повлияло на психическое здоровье населения Армении. Конечно, ситуация хоть и медленно, но улучшается. Наличие вакцин породило новые надежды. Вирус можно победить. Однако Армения еще не смогла ускорить темпы вакцинации среди населения. В основном из-за ложной информации, которую получает население. И поэтому мы работаем над нашей компанией иммунизации, и мы надеемся, что мы сможем преодолеть все препятствия на этом пути. И я вам желаю, чтобы эти два рабочих дня были очень плодотворны. Спасибо, госпожа министр. Госпожа Ванисиняна, я хотела бы пригласить...